Всем привет! Вы на канале Трегер Хапаев. Сейчас я хочу поговорить о мотивации для людей, которые болеют коксоартрозом, о состояниях, которые переживал я сам лично на различных этапах и вообще какие мысли в голову приходят, когда вы болеете, когда у вас происходит кризис и действительно уже когда то время наступает, когда действительно нужно идти на операцию. Я постараюсь это все рассказать. Значит, начну с того, что вообще когда человек заболевает, у него появляется хроническая боль, блуждающая, как обычно при коксоартрозе. Когда я вот слушаю экспертов, которые не болели, да, просто вот врачи рассказывают, настолько неправдоподобно, настолько нереалистично, вот когда через себя не пропустил боль, он вообще не понимает, где эта боль происходит и как она может блуждать. То есть она может в сгибателе бедра появляться, она может около сустава, она может где-то в глубине ягодицы быть. То есть она каждую неделю где-то там все время, все время не знаешь, где она появится. То просто нога как отключается, как ватная. Потому что воспалительные процессы воздействуют на ногу. Вот, наверное, никто не сможет точно описать по общей схеме, да. То есть у каждого по-своему все происходит. Я бы вот так сказал. У каждого по-своему. Когда вам объявляет врач коксоартроз, да, и вы не знаете, что это за слово, и вы попадаете в такую, для вас это шоковая терапия, потому что вы приходите в депрессивном состоянии, всем близким рассказали, а близким-то, в общем-то, ну, посочувствовали, потому что близкие вообще не знают, что такое коксоартроз. И вот вы начинаете жить с этим коксоартрозом, и вы психологически понимаете, что вы должны оберегать это состояние, да, вот оберегать эту ногу, оберегать те мышцы, которые находятся около этого сустава. Это уже большое заблуждение, большая ошибка. Вы думаете, вы думаете, что сейчас это пройдет, пройдет через месяц, через два, через три, просто нога должна отдохнуть, вы можете даже временно взять отпуск, там кто-то работает на такси и немножко не работает на такси, кто-то там делал какие-то, чинил мебель, перестал чинить мебель, но эта боль не уходит, не уходит ни через месяц, ни через два, через три. Тогда вот тут начинается первый мотивационный такой момент, когда одни уходят в глубокую депрессию, особенно, ну, в крайнем случае это садятся на стакан, более, более лучший случай, ну, как, два из худших, это сесть на стакан, а другие на обезболивающий. И вот здесь третий вариант мотивационный, когда человек начинает брать себя в руки и думать, что-то надо делать. Вот лично я, как это делал, уже рассказывал там в первых роликах, есть эти ощущения, переживания, вот непосредственно, когда я это начал делать, что я тренированный спортивный парень, который не могу просто, это я начал терять подвижность в ноге, не могу наклониться, потому что там остеофиты начали расти. Каждые полгода у меня все хуже и хуже становился наклон, и я решил с утра как-то встать на колени и не смог на них встать. У меня боль по всему квадрицепсу, он настолько спазмирован, сократился, что я не могу стоять на коленях, меня разрывает от боли. Я оставался утром дома и, грубо говоря, катался по ковру, то есть в складки садился, пытался на заднице ходить, пытался хаотично делать какие-то движения, и мне становилось легче. Я не понимал никакой системы. Я вообще интуитивно, просто спортивный опыт мне подсказывал, что раз у меня болят мышцы, которые как бы не связаны напрямую с уставом, ну то есть вот фронтальные мышцы там болят, потому что трудно стоять на коленях, значит, с ними надо поработать, значит, надо их растянуть для того, чтобы они перестали так болеть. То есть я начал понимать, что боль, фокусирующий где-то в сгибателе бедра или в ягодичной мышце, это как конечная остановка. Ей предшествует куча много всевозможных неудобств, которые появились у меня в теле. Я начал делать массажи, я начал на массажном роли кататься, я начал думать каждый день, что это нужно делать 3 раза в день, 4 раза в день. И потихоньку, потихоньку у меня начала появляться система, я начал улавливать те движения, которые мне дают облегчение, я начал их запоминать, фокусировать их друг за другом в какую-то логическую цепочку. Но опять же, это мой спортивный опыт подсказывает, потому что профессионально тренируюсь много лет, и я понимаю, что все должно быть в определенной системе. И у меня начала улучшаться подвижность, я стал лучше ходить, я перестал по ночам чувствовать болевые ощущения, я начал хорошо спать, потому что спал с помощью обезболивающих. Жена на ночь колола обезболивающих, чтобы можно было как-то уснуть, потому что если ты вообще не высыпаешься, то восстановительных процессов никаких не происходит в организме. И вот так потихоньку я перешел этот этап. Потом я еще выступал на соревнованиях, я начал тренировать группу, это каждое утро, я вставал в 6 утра, делал тренировку, кто-то со мной в онлайн режиме занимался, кто-то в записи, потому что в группе тренировка остается в записи. Но это каждодневно, то есть я специально это взял для того, чтобы находиться в дисциплине, чтобы не было, ну, ответственность перед людьми, нельзя пропускать тренировки, надо выходить и надо делать. А чтобы делать перед людьми, надо выглядеть нормально. Выглядеть нормально. То есть если ты будешь выходить перед людьми там с палкой или с костылем и рассказывать о тренировках, ну это же какой-то парадокс. Поэтому я начал тренировать, понятно, что легкая хромота видна, понятно, что на больную, на слабую ногу движения были где-то уродливы, где-то не очень пластичны, не такие, как здоровой ногой. Потихонечку, потихонечку все выравнивалось. Это каждый человек видел, что я тружусь над собой, да, что результаты идут на улучшение. Это был период, который у всех коксоартрозников есть. Но, понимаете, не существует общей схемы, рамок не существует. Сколько это будет у дяди Васи, сколько это будет у дяди Пети, и сколько это будет у тети Маши. Вот этой схемы не существует. Кто-то может продержаться 5 лет, кто-то может продержаться 1 год, кто-то может 10 лет продержаться в таком режиме. И вот тут, когда вы купировали, ну, когда вы купируете, у вас уже нет мысли об операции, то есть вы живете полноценной жизнью, ходите, ну, я ходил в спортзал, я тренировал людей, в общем, у меня все хорошо, я не парился, я не пил обезболивающе, группа работала, ездил, делали два года семинары, встречались с одногруппниками, делились своими впечатлениями. И не только я такой уникальный или какой-то необычный инопланетянин, много людей в группе, которые-то в таком виде, с таким заболеванием, прекрасно себя чувствуют. Но, к сожалению, приходит, вот это, к сожалению, приходит тот, знаете, когда я подхожу к этому моменту, я сразу, у меня в голове проплывает пять-шесть человек, вот этих, ну, у которых бедра на голове одеты. Вот, я говорю, к сожалению, приходит момент, вот можно еще раз сказать, что, к сожалению, мы умираем, рано или поздно мы умираем. К сожалению, инфаркт сустава, который вы получили, да, другими словами, он в конечном итоге разрушает ваш сустав. То есть, сила мышц вас удерживала, вы смогли продержаться в какой-то период, который у всех разный. Все зависит от тренированности, опять же. Понимаете, спортсмен больше продержится, не спортсмен меньше продержится. Но будет конечная остановка, да, вот, ну, у кого-то, опять повторюсь, через 10 лет, у кого-то через 5. И вот тут происходит уже, ну, когда рентген показывает, что ваш сустав как кисель, происходит вот это осознание того, что уже надо делать операцию. Ну, надо делать операцию, потому что, еще раз повторюсь, вы, может, будете ходить неплохо. Есть видео, как я шел на операцию, абсолютно нормально, люди спрашивают, зачем ты идешь на операцию? Без трости, без ничего, я своим ходом пришел там, сдался. Еще раз повторяю, воспалительный процесс в суставе несет очень много негативных последствий для всего организма. Ваша иммунная система не к черту, она разбита. Психологическое состояние не к черту, оно разбито. Метаболические процессы, обменные процессы не к черту. Внутренние органы работают хреново. То есть у меня был период, что вот я с панкреатитом попал в реанимацию, то есть вот на фоне такого критического состояния. То есть ничего не предвещало, я на глазах у своей группы сидел на диете, весил там 95 килограмм, ну, похудел, питался там маленькими порциями, взвешивался, устраивал челленджи по взвешиванию. Со мной еще похудели несколько человек из группы. Но панкреатит считается болезнью алкоголиков. Я не пьющий, не курящий человек. Для меня врачи смотрели и говорили, ну что, нажрался вчера. Понимаете? Мы живем в разных мирах. Политики, врачи, музыканты, певцы, художники и простые люди, мы в разных мирах все находимся. Вот. Я-то уже к этому привык в свои 58 лет, поэтому я ничего никому не доказываю. Я просто рассказываю на своем канале, что я переживал. Вот пришло время операции, и вот после операции приходит новый этап мотивационный, когда нужно восстанавливаться. И здесь, конечно же, помогает умение быстро восстановиться. Это, конечно, ваш спортивный опыт, который за вашей спиной был. Все, кто хорошо тренировались, все, кто занимались, прекрасно восстановились. Врачи благодарили за то, что они в такой хорошей форме. Они удивлялись, что они так быстро восстанавливались. Это все прекрасно. Это к тому, я говорю, для чего нужны тренировки, да, и какие психологические моменты вы обсуждаете. Сами с собой, внутри себя, с родственниками. Потому что и общение с близкими становится у некоторых очень напряженное. Очень напряженное. И с близкими, и с далекими, и в магазинах, и где вам приходится общаться. Потому что вашу боль никто не понимает, кроме вас самих. Это, ну, каждый человек по-разному воспитан. Кому-то нужно сожаление. Кто-то, наоборот, любит одиночество, от него пристают. То есть, вот, характер обостряется. Появляются запахи. Вот еще очень важно там, да. Появляются запахи. Вот моча меняет запах. И это тоже раздражает. Потому что идут воспалительные процессы. Вот. Поэтому, к чему я все это рассказал? После операции реабилитации, там уже попроще. Люди еще боятся операции. Ну, на эту тему я тоже говорил, что бояться можно высоты. Бояться можно вида шприца. Бояться можно зубной боли. Ну, фобий много. Люди боятся, что не попало. Там мышь пробежала, таракан пополз. Что хочешь, то и будешь бояться. А насчет операции вы должны просто понимать, что вот настолько вы себя любите, да. Настолько себя, настолько вы собой дорожите, что, ой, мамочка моя, вот я единственная или единственный на этом белом свете вот такой красивая, красивый. Вот неужели я умру? Ну, но когда приходит вот выбор, да, когда действительно вы начинаете продумывать все, если вы начинаете хороший диалог сам с собой вести, сами с собой ведете диалог, то если вы разумный человек, вы понимаете, что есть просто вот суровая реальность жизни. То есть вы делаете операцию, и потом вы живете комфортно, приятно. Уходят все эти дискомфорты, которые были, легкие боли, тяжелые боли. У кого-то бессонные ночи, у кого-то поджелудочная еще заболела, у кого-то геморрой бесконечно вылазил. Это все звенья одной цепи. И вы операцию этой все прекращаете. После операции у вас идет волниеносное восстановление, вы очищаетесь, у вас пропадают эти неприятные запахи, вы начинаете чувствовать себя, как будто бы вы заново родились. Это удивительное ощущение после операции, это удивительное. Это действительно, вот ты осознаешь, как будто бы ты вот рожден, заново тебе дана вторая жизнь, ты полноценно заново учишься ходить и поднимать. И ты получаешь наслаждение от каждого этого дня, когда у тебя что-то снова получается, и еще больше что-то получается. Все, больше не буду наговаривать, потому что уже наговорил там 15 минут. Если там будут какие-то вопросы, может что-то я там не осветил, ну напишите какие-то вопросы. А так вообще лучше в группу вступить, потому что в группе день через день я касаюсь этой темы, настраиваю людей, обсуждаю, мне задают вопросы каждый день, одногруппники. Я готовлю какой-то лекционный материал для того, чтобы осветить какие-то вопросы. И там все это быстрее, оперативнее и есть обратная связь. Все, спасибо всем, живем без боли, все будет the best. Давайте, пока.